24 августа Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных отмечает юбилей в 80 лет. То, что ветеринарная служба немногим моложе самой магнитки, совсем неудивительно. В 30-е годы вместе с людьми на стройплощадках работало более 2,5 тысяч лошадей. Поголовье коров и свиней в те времена составляло несколько десятков тысяч особей, животных надо было лечить. В Магнитогорске 502 коровы, конечно же, они традиционно под опекой специалистов ветстанции, но уже не только они. О том, чем занимаются ветеринарные специалисты в 21 веке, расскажет Юлия Никифорова. Коллектив Магнитогорской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных отмечает 80-летие родного учреждения. В настоящее время здесь работает около 40 человек, большинство из которых специалисты с высшим образованием, ведущие ветеринарные врачи. Руководит службой потомственный ветеринар Сергей Цинковский, сменив на этом посту отца Владимира Логовиновича, посвятившего любимой ветеринарной станции 37 лет трудовой жизни. Все 8 десятилетий своего существования ветеринарная станция выполняет главную задачу, поставленную перед ней государством – противодействовать вспышкам инфекционных заболеваний у животных, особенно тем, которые опасны и для людей. К чести коллектива ветеринарной станции, уже около двух десятилетий в магнитке вспышек инфекционных заболеваний как у сельскохозяйственных животных, так и у кошек-собак не наблюдается. Доступность профессиональной ветеринарной помощи в нашем городе, качественные современные вакцины, грамотность владельцев животных – все это вместе делает свое дело. Тьфу-тьфу-тьфу, сегодня у нас по особо инфекционным заболеваниям все чисто. С 90-х годов очень редко регистрируется инфекционный энтерит и чума живой собак. Специалисты ветеринарной станции работают в Магнитогорске по нескольким направлениям. На всех восьми городских рынках осуществляют санитарный контроль продукции, а еще заботятся о животных артистах. Около двух лет назад кабинет ветеринарного врача был открыт в Магнитогорском цирке. Ну, приехали к вам на гастроли, слава богу, столкнулись с малыми бедами. Ну, они, все-таки животные, всегда требуют ветеринарных услуг. Службы в Магнитогорске ветеринарные, это работает отлично, хочу сказать. Непосредственно при цирке постоянно есть врач, то есть, если какие-то вопросы возникают в плане консультации, либо помощи ветеринарной, врач сразу же выходит на место, пускай это будет арена, или просто животные находятся в вольере, то есть осмотр, профилактические прививки, подготовка документов для переезда, ну и любые вопросы. По словам младшего представителя династии Цинковских, Александра, в цирке работа особенная. К примеру, недавно ему пришлось вместе с дрессировщиком, конечно, обрабатывать рану на лапе у пумы, чипировать взрослого медведя. Ветеринар, как и положено доктору Айболиту, должен быть готов прийти на помощь любому животному или птице. В настоящее время у нас на гастролях знаменитая дрессировщица Галина Шайхровская со своими красавцами-пеликанами и очковыми пингвинами. Живые существа, они все могут болеть, имеют на это право, но при хорошей службе ветеринарной, которая, вот, например, существует здесь, в Магнитогорске, эта проблема ликвидируется. Знать всегда, что за твоей спиной грамотные специалисты, это многого значит. 80-летие Магнитогорская ветеринарная станция встречает, будучи призером престижного всероссийского конкурса «Золотая осень». В 2016 году мы участвовали в программе российской «Золотая осень» и выиграли медаль, бронзовую, правда, но по России. За достижения в области ветеринарии в плане недопущения острых инфекционных заболеваний и в плане его задания. Руководство ветеринарной станции напоминает магнитогорцам о необходимости ежегодной вакцинации животных от бешенства. Как государственная служба, специалисты ветстанции делают прививки животным бесплатно за счет федеральных средств. Ветеринары приглашают всех владельцев кошек и собак к себе по адресам. Уральская, 162 и Чкалова, 83. Юлия Никифорова, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.